У одесситов появился еще один повод прийти в зоопарк. Весна и традиционно многие животные стали родителями. Малыши уже полностью окреплены, но постоянно находятся рядом с мамами. Несмотря на это, от посетителей они не убегают и совсем не боятся камеры. Детеныш появился у дружной пары китайских муджаков. Олененку меньше недели, он родился днем, поэтому некоторым посетителям даже посчастливилось понаблюдать за ним в первые минуты жизни. Этот детеныш сейчас, он больше лежит еще пару дней, он будет уже больше бегать. Он такой пятнистого окраса, это ювенильная окраска у него. Он ведет такой партизанский образ жизни, он мастер камуфляжа, он больше лежит и прячется. В тишине и спокойствии в период карантина сразу четыре малыша появилось у самки енота-полоскуна. Это довольно-таки такой неплохой результат для мамочки, потому что обычно их бывает два, иногда три, четыре, это уже реже. Вот, ну, тоже такие бутузистые, хорошенькие, мама очень заботливая. Звелинец также пополнился детенышем ламы. Животные обожают внимание и приветливо подходят к посетителям. В зоопарке родились козлята, овцы, филины, мутрии, вылупились множество различных псенцов. Впервые в истории зоопарков Украины именно в Одесском появилось потомство у орлов-могильников. Но большинство одесситов после карантина первым делом идут сюда, чтобы посмотреть на малыша-тигра. Хотели бы тигрика увидеть или его еще не выпускают? Тигра уже выпускают. Выпускают, да. Ну, остальных сейчас посмотрим, только зашли. Но вообще, впечатлениями часто сюда ходим, и самые приятные, добрые. Родился маленький тигрионок, да? Да. Как ты думаешь, как ты его назвал? Не знаешь? Не обращают внимание на маленьких деток, которые есть. Ну, нашему интересно всех зверей смотреть. Мы часто ходим в зоопарк. Смотрим, как домашних таких, которые птиц живут дома, на хоздворе также и остальных. В Одесском зоопарке настоящий бэби-бум. Вскоре звериниц пополнится и другими видами животных. Детеныши ждут лани, косули, ламы и некоторые хищники. Нарина Щегова, Юлия Польнова, телеканал Репортер.